Субтитры создавал DimaTorzok Возможно дело в моей личности. И я говорю, дорогие друзья, у меня нет претензий или амбиций, что именно я должен стать президентом. Давайте выберем любого из вас. Давайте выявим ту фигуру, которая достойна, и вокруг нее объединимся. То есть я как аранжировщик социальных процессов предлагаю вообще и так, и так, и так, а давайте еще и вот так вот. Или вот так вот. Опаки, а выявляем, что общество не способно, не способно общество. Ярослав Петрович, два слова. Смотрите. Только глупый. Вот в свое время диагент сидел в бочке. Там кто-то горел на костре. Ньютон выдумывал, вернее не думал, копировал соображение Гука. То есть он просто элементарный вор. Такой же, как Эйнштейн. Но люди-то слышат, что вы здесь делаете, Ярослав Петрович. И в свое время была произнесена основная, основной принцип так называемого БТГ. Я сейчас его озвучиваю для дурачков, для всяких непонимающих, для дебилов и так далее. Как вы их называете? Или как я их называю? Хаотическое движение любой среды конкурирует с направленным движением элементов этой среды, с их конденсацией. То есть любая конденсация приводит к направленной механической энергии. Это любое вихревое движение, будь то электрон, будь то протон, будь то какие-то магнитные силовые линии. Не имеет значения. Мы везде имеем дело с направленной кинетической энергией, с кинетическим движением. И поэтому вы давно уже это сделали. Только глупые не могут этого понять. Глупые люди. Пусть они изначально изучат механику, обычную механику, и ее распространят на микро и макромир, и все. И мы все обрастем так называемыми бестопливными генераторами, потому что топлива в этом мире очень много, Ярослав Петрович. Это не только ядерное, внутриядерное, химическое, биологическое, там, я не знаю, вещественное, световое, какое угодно. Мы находимся в море энергии, в колоссальном море энергии. Только торгаши, которые эту энергию упорядочили под бабки и под проценты их дают для человека, для тупого обезьяны этой, которые ничего больше не понимают. Дай, продай, 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 дай, дай яхту, автомобиль, там, еще что-то. Люди деградировали давно уже, потому что религиозная, любая религиозная. Вот я, когда я увидел вот это вот сообщение Манула, я подумал, когда вы заговорили о Шляпникове, я встал на сторону Манула, вот в процессе вашего эфира. Почему? Потому что Шляпников опять о богах говорит. Опять боги, боги, везде крыши нужны, понимаете, Ярослав Петрович? Понимаю. Везде нужны крыши, какие-то боги нужны. Какие-то боги нужны, которые сляпали этот мир, слепили его и держат. Ну это смешно для разумного человека. В советское время от этой идеологии ушли, и выросла огромная когорта ученых, которые весь мир питают до сих пор. До сих пор. В советское время богов сделали, вернее, богов сделали из руководителей, председателей комов и все такое. Так человек устроен. Так человек устроен. К сожалению, это да. Потому что иначе не проживешь в библейском обществе. Поэтому глобальная волна сделала громадное дело. Огромное. И продолжаем. Конечно, продолжаем его делать. И продолжаем его делать. Так, в студию пришел Илья Соколов. Илья Соколов. Илья Соколов сегодня написал комментарий в чате по поводу политической деятельности, что надо делать. Но удалось перевести разговор из политической плоскости в практическую. Я зашел к нему на страницу и увидел, что Илья по скайпу обучает людей петь. У меня давно существует желание петь, но я не умею петь. И те, кто слышали, как я пою, однозначно мне говорят, Ярослав, слушай, вот ты ведь не пел. Но хочешь сделать хорошо, сделай сам. Я понимаю, что в целях продвижения... А, почему петь? Вот объясню, почему петь. Только музыкальные ролики, только музыкальные клипы собирают миллиарды просмотров. Никакой политический или научный сюжет не собирает такого. Появляются герои, поэты, которые готовы сложить песню, зная меня, зная то, чем я занимаюсь, сложить песню. Но возникает вопрос, что если я не умею петь, мне надо искать того, кто может петь. Попытки искать, кто может петь, показало, что опять все наталкивается на человеческое эго. Кому-то музыка не нравится, кому-то богине Вика не нравится, кому-то политика не нравится и так далее. И, в общем, я предложил Илье подъехать в студию, познакомиться. Вот Илья приехал, что мы можем предложить бартер. С нашей стороны прямые интернет-эфиры, а со стороны Ильи он попробует со мной заниматься. Насколько это будет высокоэффективно, не знаю. Может быть, он скажет, что бессмысленно заниматься со мной. Лучше, чтобы я занимался тем, чем я занимаюсь, например. Илья, что нужно для того, чтобы... Мы вообще сейчас ожидаем координационного собрания, которое там должно произойти, потому что приехал владелец помещения. Ночью пришел человек и начал до Кирилла докапываться. Кто он такой, на кого он работает, что он тут делает, что он тут снимает и так далее. Мне пришлось вмешаться и сказать, что Кирилл поступает только по моему распоряжению. Все вопросы только лично ко мне. У меня договоренность только с владельцем помещения. Если какие-то другие люди начинают тут проявляться, это повод общественного собрания. Ну, вот мы и ожидаем общественного собрания. Сарухин, прием. Добрый день. Здравствуйте. Мы в прямом эфире «Глобальная волна», говорите. А я звоню вам из творческого сайта Гуслица и хочу пригласить на арт-масленицу 7 по 10 марта. 7 по 10 марта Гуслица, арт-пространство Гуслица, приглашает всех желающих на Масленицу. А какие... Да, какие финансовые условия или что там? Можете что-то озвучить, чтобы люди понимали, сколько денег с собой брать? Да, конечно, могу. У нас номера, номера в месяц... То есть место в номере тысяча рублей. Есть двухместные, трехместные и четырехместные номера. Шестьсот рублей – это хостел. И семьсот пятьдесят рублей – трехразовое питание. Ну, очень, очень все доступно. Хорошо, спасибо большое. Да, очень все доступно. Ждем, будем рады встретиться с новым месяцем. Все, большое спасибо. Алексею Михайлову большой привет. Вы с Алексеем сотрудничаете? Да. Да, хорошо, спасибо большое. Большой привет от глобальной волны передайте. Благодарю, до свидания. Всего доброго. Отличный вопрос. Для того, чтобы начать тренироваться... Присядешь? Давай. Давай, давай. Удивайся. 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 Давай. Минут по пять-десять. Больше ничего не нужно. Пять-десять минут достаточно? Да. Отлично. Где ты раньше был? Может, ты меня еще английскому также научишь? А моя супруга, педагог иностранных языков, может помочь и с английским, если нужно. Нужно. Нужно меня научить петь, и чтобы я запел на английском, да еще на политическо-научные темы. Хорошо. Я тренирую людей в разрезе, скажем так, развития голоса. Это не только пение, а также ораторское искусство, драматический, актерский голос. Мне кажется, что для меня, например, это сродни религии. То есть я занимаюсь искусствами так же, как другие люди фанатично отдают себя религиям или чему-то еще. Вот это мой путь. Слово религии нас пугает. Ну да, религия – это связь с чем-то. Нет, это догматические подходы. Ясно. Нет, мне чужды какие-то, так сказать, догматические постулаты. Я иду абсолютно опытным путем, путем научного познания, то есть проб, ошибок зачастую. Но и опираясь на опыт тех, кто этот путь проделывал до меня. Хорошо, что мы можем, как это все проходит? Какие упражнения? Надо распеваться. Делаем упражнения. Мы делаем упражнения. Но дело в том, что развитие голоса – это вокал. Есть еще теория музыки, которую тоже можно изучить достаточно быстро и без каких-то больших напряжений умственных. Теория музыки, ее можно сравнить по объему с таблицей умножения. Вот сколько потребуется времени и усилий разумному человеку, чтобы изучить таблицу умножения. Тем более, если он поймет принцип. Я думаю, что немного. Точно так же можно изучить всю теорию музыки. То есть объем небольшой и сама информация, она очень логичная, скажем так, структура наподобие фрактала. Если понять маленький кусочек, то мы поймем тогда уже ее всю. Но самое главное для меня, в моем понимании, это ежедневные тренировки и больше тренировка своего сознания. Потому что если человек в сознании своем или в подсознании укоренился в том, что у него есть какие-то препятствия, допустим, или что-то не удается, то никакое чудо не может эту преграду разрушить. Человек должен сам для себя определиться, что этот путь легкий, он приносит огромное удовольствие. И только начав по нему двигаться, мы уже получаем результат. Не когда-то там через какие-то годы, десятилетия, как нам пытаются некоторые деятели объяснить, что надо долго работать, упорно и зачастую с непредсказуемым результатом. А я могу сказать по-другому, что если человек начнет тренироваться, но в благостном расположении духа и в игровой форме, то он уже сразу получит результат. Прямо в тот же день. Отлично. Мы готовы. Мы уже играем. Мы с нами играем уже 30 человек. Нас смотрят 30 человек. Здорово. Ну, если хотите, можем посмотреть наше упражнение. И дело в том, что упражнения, они для каждого человека индивидуально составляются, потому что у каждого человека свой стартовый уровень и свои особенности, какие-то нюансы. Потом хорошо понимать, в каком направлении вокального искусства мы двигаемся. Это эстрада, это рок или это академическая вокальная музыка, допустим, оперная. Не опера, а вряд ли это слишком профессионально. Ну, хорошая, на самом деле, высокая планка гарантирует. Ну, это любая. Если мы поставим, допустим, планку на 3 метра и попытаемся ее перепрыгнуть, то, скорее всего, полтора мы возьмем. Вот такая ситуация. Поэтому любая задача, она пополнима. Главное двигаться к тому, не что мы считаем разумным и легко достижимым, а то, к чему нас зовет наше сердце, скажем так. Ну, или наше предпочтение эстетического плана. Если нам нравится рок-музыка, то надо делать рок. А если нравится эстрада, то надо делать эстраду. То же самое я могу сказать про оперу или даже напевы северных народов. Кому-то нравятся обертонные пения, и это прекрасно. Можно развивать все направления абсолютно. Причем их можно совмещать. Так, вы спрашиваете, петь будем? Давайте попоем. Давайте, что надо делать? Давайте для начала поделаем дыхательное упражнение. Дело в том, что пение... Да, конечно. Можно лежа и даже вниз головой повиснуть. Дыхательное упражнение для того, чтобы наша диафрагма начала активно качать в воздух. Давайте попробуем делать короткие выдохи. Вот представьте, что мы играем на ударной установке, на барабанах. Наш выдох – это удар по барабану. Допустим, это сне, малый он называется. Вот короткий выдох. Вот такой вот. Нос именно выдох. Выдох, именно выдох. Я понял, нос именно. Да можно... Главное – это... Можно ртом. Просмаркать, дорогие друзья. Да, давайте подготовимся. Немножко я простыл, поэтому вы тоже просмаркайтесь. Я сейчас выключу, что не находитесь, но не особо не слушать. Прошу прощения за натуралистичность, дорогие друзья. Так, короткий выдох с поворотом головы чуть-чуть вправо. Капельку мы сдвигаем голову и делаем короткий выдох. Вот как щелчок пальца. Сколько он звучит, столько же и выдох. Отлично. А теперь два таких выдоха. И так же поворачиваем голову влево и делаем так же влево два выдоха. Шикарно. Еще раз вправо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. На такую разминку уходит примерно секунд 10-20. Ну, мы сейчас пока что переходим к следующему упражнению разминочному. Нам надо подвигать гортанью. То есть корень языка вглубь идет. Это как звук. Да, 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 совершенно верно. Также можно делать наклоны головой. Опускаем гортань, делаем наклоны, чтобы потянуть вот эти мышцы. Они называются грудинно-ключично-сосцевидные на шее. Они же кивательные мышцы. Вот я опускаю гортань, наклоняю голову вправо, тянется левая мышца. Я в ней специально создаю еще маленькое напряжение. Ну, то есть, как бы, в противоход. Теперь правую мышцу тяну, влево наклоняю. Так вот вправо, влево. Вправо, влево. И сзади покатать вот так вот головой. При этом стараемся, чтобы гортань прямо провалилась туда вглубь. Это упражнение особенно важно для мужчин и для средних и низких голосов. Но вообще я рекомендую его делать всем. Просто мужчинам, особенно у тех, у кого ярко выраженный кадык, им надо делать это упражнение больше, чтобы гортань как можно лучше растянуть вглубь. Потому что именно положение гортани определяет натяжение наших связок голосовых. Они сейчас называются голосовые складки. Последнее такое модное веяние. Ну, в общем, голосовые складки или голосовые связки по старинке, они могут натягиваться. Если они в натянутом положении, это как вот струны у гитары. Хорошо натянутые струны звучат ярко. Если струны провисают у гитары, то как бы сильно мы ни ударили по ним, яркого звука мы не получим. Давайте еще чуть-чуть потянем гортань. Зевочек, наклон головы вправо, влево, сзади. Выкатать. Отлично. Теперь я хочу рассказать, что для меня пение. Сам феномен пения, я считаю, что это речь. И это просто речь с протяжными звуками, которые на разных еще частотах, то есть разная звуковысотность у них. Чтобы мы поняли, что такое речь, хорошо проанализировать также вот феномен речи. Я думаю, что речь – это когда есть адресат. То есть есть тот, кто говорит, и тот, кто принимает эти сигналы, скажем так, какие-то мысли. И в речи мы передаем, как правило, образы, мысли, чувства, состояния. Мне кажется, что для пения очень хорошо сразу определиться, что мы не просто сотрясаем воздух, а мы генерируем определенные образы, определенные эмоции или чувства, или состояния. В общем, информацию. Мы генерируем и передаем ее. И мы должны чувствовать, что наш посыл достигает нашего адресата. И есть обратная связь. Ну, хотя бы представить этот момент. Хорошо, давайте следующее упражнение. Мы просто с закрытым ртом издадим просто стон. Можно покачать головой, просто чтобы расслабить шею. Шикарно. Для многих наших зрителей знакома по йоге мантра ОМ. Здесь это очень похоже. Даже не надо ОМ, здесь просто надо мычать. Великолепно. Я считаю, что каждый звук – это мантра. То есть любой звук, мы его отправляем в космос, скажем так, и получаем связь с высшим сознанием. Давайте еще чуть-чуть потянем. Просто. Великолепно. Теперь про дыхание. Вот уже прозвучало слово йога, значит, я могу оперировать некоторыми понятиями из нее. В кундалини-йоге, например, самое первое, с чем знакомится человек, который изучает, это банхи или замки. У нас есть три замка. Горловой, сердечный или центральный и корневой. Вот корневой замок на санскрите называется мулабанха. И именно этот центр мышечного, скажем так, напряжения очень важен для пения и даже для ораторской речи. То есть мышцы от низа пресса, все мышцы от скажем так, низа живота, которые мы можем координировать, их надо чуть-чуть в себя подтянуть. Если я делаю там некоторое напряжение, то диафрагме легче подняться и качать воздух, то есть вытеснять воздух из легких и, соответственно, создается столб воздуха, который звучит. Также я рекомендую делать и центральный замок и горловой. Горловой замок сейчас трактуется как вот такое прижатие, но я предлагаю другой немножко. Горловой замок, этот вокальный будет. Дело в том, что нам очень важен язык тела. Если мы наклоняем голову вниз, то героического звука мы точно не получим. Героический звук – это когда носик чуть-чуть туда, над линией горизонта, скажем так. И мы представляем, что звуки, которые мы издаем, мы посылаем ввысь, туда, к высшим силам, скажем так. То есть для нас горловой замок – это просто выдвинуть голову вперед сначала, это антифаза, сопротивофаза, и задвинуть голову вот так вот, просто чтобы почувствовать движение вперед головой и назад головой. Вот это движение назад головой в этой позиции мы поем. То есть для нас горловой замок будет выглядеть примерно вот так вот. Просто в этой позиции что мы можем получить? Воздух из трохеи идет прямо на связке. Он не попадает в такое колено, если вот мы голову чуть вперед наклоняем, у нас гортань сгибается и вытягивается немножко. Это как гофрированный руках, понимаете, если мы его изогнем вот так вот, и попробуем через него пропустить какой-то объем воздуха. Или если мы его сократим максимально и еще расшит, то именно по короткой и широкой трубе пройдет воздуха намного больше. То есть отодвигаем голову вот так вот назад. И для нас вот это вот горловой замок. Центральный замок – это когда мы солнечное сплетение чуть-чуть толкаем вперед и вверх. Это я рекомендую делать прямо во время пения. Корневой сначала, потом центральный. Он продолжает наш выдох. Это нужно для того, чтобы не сжиматься вот так, не сутулиться. Потому что если мы посмотрим, современные рок-певцы и некоторые эстрадники, они когда допивают уже, их вот так вот аж скручивают. А наша задача – петь и еще разгибаться больше в плечах, в спине, голову отводить назад. Также мы можем чуть-чуть доворачивать голову или влево, или вправо. Это индивидуально. Для каждого просто надо найти свой удобный вариант. Хорошо. Давайте еще на одной ноте теперь. Хорошо. Чуть-чуть еще носиком. Ага, шикарно. А теперь поднимемся. Чуть-чуть повыше. Вот сюда хотя бы. Атака звука, то есть взятие звука, достаточно такое спонтанное, яростное может быть. И самое главное – не прислушиваться к тому, что мы извлекаем, а концентрироваться на том, что мы хотим. Потому что если мы ищем ошибки, то мы направляем туда свое внимание и энергию свою, и они растут просто. Лучше направлять внимание на то, что мы хотим получить. И поиграть, скажем так, в то, что на вырост у нас уже все великолепно. Великолепно звучит. То есть принять свой голос, безусловно, полностью принять, поблагодарить его и порадоваться ему. Любовь к своему голосу. Чуть-чуть яростнее еще, прям. Это можно сравнить с боевым искусством. Такой не сильный, но все равно, как вот джеб такой, чтобы был такой чпок некоторый. Смелее можно с рукой, на самом деле. Рука помогает. Прависимо. Гениально. Вот все, что нужно знать, как работает наш голосовой аппарат. Не надо бояться. Не надо брать звук потихонечку, а потом пытаться его изменить. Надо представить на уровне просто чувства, что мы хотим. Шаляпина. Представляем Шаляпина. И сразу лучше будет. Будет лучше. Шаляпин был гениальный актер, и именно за счет этого он стал самым великим оперным басом. Хотя его природа была... Ну, некоторые считают, что это высокий бас-контант, а я вот, например, считаю, что Шаляпин вообще был баритоном по своей природе. Но так как он гениально играл, он гениально перевоплощался, он мог сыграть кого угодно. Когда он был директором Большого театра уже после революции, к нему пришел один тенор, драматический, это такой низкий, мощный тенор. И когда тенор ему пропел, Шаляпин говорит, ну а теперь покажи мне верхнее до теноровое. Тот говорит, я не беру верхнее до, потому что я драматический тенор, я выше себе моля не поднимаюсь. А Шаляпин говорит, а я вот бас, и взял верхнее до теноровое. Вот. То есть к тому, что вот эти все обусловленности, голосовая природа, это, конечно, все есть. Но самое главное, это то, что мы представляем, то, что мы хотим, да, и то, что мы можем сформулировать еще. То есть мало хотеть создать шедевр, еще надо понимать, как это делать. То есть надо его видеть. Примерно как вот хороший художник, когда он подходит к холсту, он на холсте уже, точнее он в своем сознании, он видит ту картину, которая будет на этом холсте, он ее создает сначала в своем сознании, а потом переносит на холст. А есть художники, которые просто мажут краской и смотрят, что тут получается, ага, какая-то вроде абстракция выходит, неплохо, ну-ка подмажем еще с этой стороны. Но они не понимают, что будет в итоге. Ну вот. Наша задача сразу формулировать для себя сначала простые совершенно задачи. То есть мы пойдем от простого к сложному. Я предлагаю начать с эмоций. И даже пускай эти эмоции будут, скажем так, ну, такого нижнего плана, например, раздражительность или гнев. Это не то, что переживать эти эмоции, это шарж. Шарж на гнев, например, показать, насколько он нелеп, но он должен быть ярко показан. То есть начинаем с каприза, на самом деле. Да, каприз есть, отлично. То есть тут самое главное еще позволить себе играть, позволить себе быть несерьезным. Потому что процесс творчества – это актерская игра в нашем случае. А состояние игры, оно прямо противоположно состоянию серьезности и важности. Когда-то мой педагог Евгений Ильич Дударев, мой благодетель, он мне сказал, Илья, тебе, чтобы запеть, надо всего лишь сделать одну маленькую простую вещь. Тебе надо сделать лицо Дауна. Я так оскорбился, для меня это был просто удар, не знаю куда, но сокрушительной силы. Как это так? Я себя так люблю, ценю и считаю там себя ого-го. А тут мне говорят, сделай лицо Дауна. Да это было просто катастрофа для меня. И я четыре года сопротивлялся. Я говорил, нет, я буду делать по-своему. Я буду делать умное лицо. Да, умное лицо. И серьезное главное. То есть умное, но веселое, это хорошо, а пытаться умно в кавычках и очень серьезно, это уже трагедия. Вот. Но, по крайней мере, для начала это не подходит. Потом, когда мы освоимся со всеми гранями своего дарования актерского, мы можем делать уже все, что угодно, играть. Это не подходит. Потом, когда мы освоимся со всеми... Ярослав Петрович, я хотел бы человека остановить немножко. Просто у меня в моем доме хранятся фотографии Шаляпина на человека. И Ширинский был такой род. Ты там, как бы, родственники моей жены. Никаким директором Большого театра никогда Шаляпин не был. Вы чего несете? Он вообще из Санкт-Петербурга. И он был маленьким в Теревинском театре, но Большого никогда. Вы чего такой несете? Я прошу прощения. Вполне возможно, вы правы. Хорошо. Не был. Все, спасибо. Глобальная волна. Не за что. Счастливо. Ну, хорошо. Значит, наши эмоции. Каприз мы посмотрели. Давайте попробуем теперь... Он был не директором, скорее всего, а... Ну, возглавлял труппу или что-то там было такое. Я, честно говоря, не буду... Он был солистом Большого и Мариинских театров, а также не только Феденопера, но и солистом, скорее всего. Нет, солистом по-любому. Я просто помню историю про прослушивание. Где она была, в Мариинке или в Большом? Я вас знаю, Ярослав Петрович. Это человек, близкий к моей семье. Поэтому, когда несут ложь, я вынужден был выйти. Я извиняюсь, приношу извинения, если что-то было неточное. Да, уточним, дорогие зрители. Уточним, конечно. Погуглите и подскажите. Да, тем более это сейчас очень легко знать. Хорошо. Далее, эмоции. Ярость. Ярость. Да, что такое ярость? Яркость, просто ярко. Давайте представим себе, что у нас есть... Афан Петрович, секундочку. Внимание, чтобы не поняли, что это там какая-то чушь. Был такой Ширинский. Их несколько братьев были. Один из них вывел русскую эскадру. В Тунисе она стояла. Вот наследники Ширинского, которые вывел русскую эскадру, он такой был там никакой, по сути дела. Ну, родственник. Родственничек, так назовем. Вот. Ну, это Юсуповы. То есть, это Юсуповы. Ну, богатейший род, если вы помните такой. И когда, когда вот этот закат в этой всей истории происходил, Шаляпин, он гений. Это просто божественный человек был. Правда. Это просто... Как вам объяснить даже? Юрий, я хочу экономить время просто Ильи. Он приехал, уделил время, и мы... Ильюш. Все. Очень приятно было услышать. Я очень рад. Давайте, значит... Ярость. Ярость это ярко. Ярость. Мы возьмем подкову мысленно и поломаем ее с криком. Напоминаю, дорогие друзья, помните, я вам говорил, подтягиваем амус. Это и есть тот самый замок. Корневой. Мула-банха на санскрисе называется. Берем подкову и ломаем. Гениально. Именно вот с такой подачей мы можем не с такой энергией петь, но именно с такой подачей. То есть это в моменте... Вот этот образ, он родился. Ну вот как выдох вот этот. Конечно, конечно. Для этого мы его и делали. То есть, чтобы не размазывать все это во времени, обычно у вокалистов бывает сложность, как сформулировать для себя точку во времени, в которой мы начинаем звучать. Из-за этого получается, что сначала человек пробует, как бы въезжает звук так... Потом вроде вот он зазвучал уже, хотя он еще не уверен, то ли он звучит, то ли он не звучит. И потом он начинает еще этот звук улучшать. Это путь не наш. Любой звук, который мы берем, он прекрасен. Он совершенен и великолепен. И его улучшать не надо. Надо просто им наслаждаться. И именно такая вот точка во времени, яркая, нам нужна. То есть, чтобы мы хорошо представляли, когда мы ее создадим, точнее, мы ее создали уже, но она еще в будущем, когда мы ее будем звучать, начинать звучать. В итальянском языке есть такое понятие, как атака. Атака звука. То есть, это начало, самое-самое начало звука. Как мы атакируем этот звук? Все, что мы закажем в своем сознании, все будет легко проявлено нашим голосовым аппаратом. Дело в том, что наше тело – это совершенный музыкальный инструмент. Его учить петь не надо. Он уже сам все умеет. Но мы не тело, мы духи, которые этим телом оперируем. И вот как раз дух должен, ну или сознание, скажем так, должно познакомиться с этим инструментом и научиться им пользоваться. Поэтому очень важно просто формулировать образ, который мы будем транслировать дальше. И ни одного звука лучше без образа не делать. А образы для начала мы можем брать надменные, капризные, даже гнев, даже какой-нибудь само… Потому что это все будет потом переработано, и мы на базе этих простых совершенно эмоций сможем потом подняться к высоким чувствам и состояниям. Но начать надо с чего-то простого и легко, понятного и доступного нам. Хорошо, давайте теперь сделаем звук с открытым ртом на слог «ма». И у нас образ будет… Ну, я предлагаю, а вы можете делать те, которые сами захотите. Достаточно солидный, весомый и с уважением, с любовью к себе. Вот, скажем, «ма» на какой-нибудь такой «ма» вот на такой нотке. С рукой так же. И главное, ничего не… Подтягиваю. Ну, немножко, да. Чуть-чуть прогиб в спине, скажем так. Вот если мы подтягиваемся, мы уже это сделали. И потом с рукой. «Ма-а-а-а». Отлично. Наша задача теперь работать, как в колокол звонить. То есть «бам» и отзвук пошел. Не тянуть звук, не «а-а-а-а». Это мы тянем звук. А вот «ма-а-а». Я сказал «ма», а потом просто отзвук, и я наслаждаюсь. Я, Марк Петрович, очень круто, чувак. Вот, сто процентов. Благодарю от души. «Ма-а-а». Да, да. «Ма-а-а-а». Великолепно. «Ма-а-а». А теперь ближе еще к «о». «Ма-а-а». Дело в том, что мы не делаем… «Ма-а-а-а-а». Да, мы не делаем чистое «а». Как вот в живописи не используется, допустим, ну, я имею в виду, в реализме живописи, мы не используем чисто черный или чисто белый, всегда полутона какие-то. Также тут мы не используем «а» в чистом виде. «А» с «о» и с еще французским как бы таким «а». То есть, может быть, это даже там есть все гласные по чуть-чуть. «Ма-а-а-а-а-а». Чуть-чуть «а-а-а». Это если утрированное я показываю. Ну, об этом стоит подумать. То есть, специально делать ничего не надо. Просто представить себе, добавить. Еще я предлагаю такой вариант, что когда я что-то говорю, допустим, вот, Ярослав, ты можешь говорить про себя «знай». Я знаю это, потому что это я изобрел, допустим. Это очень хорошая, сильная психологическая позиция. Когда я что-то показываю, ты про себя можешь говорить. Ну, молодой человек, покажи, что ты там накопал. А когда ты делаешь, ты про себя говоришь. А теперь послушайте, как делает мастер. И вот с харизмой просто поиграть на самом деле. Потому что мы можем быть кем угодно. Это сознание просто. Как мы себя вот аспектируем, как мы себя собираем, тем мы являемся. Если ты захочешь, ты можешь вот прямо в это мгновение быть мастером. Вокала, я имею в виду. И всего остального, чего захочешь. То есть немножко добавить артистизма. Не просто пробуем, а сразу делаем. Мы сразу делаем с огромным удовольствием. И характер. Характер, образ, немножко поиграть. Немножко, может быть, похулиганить. Вот. Но с уважением, с любовью к себе, к своему дарованию. Или к тому, что нам дали высшие силы. Еще разочек. Тянем или нет? Это не важно. Главное зажигание. Вот момент зажигания, если потянуть, просто насладиться. Скажем так. И еще, если можно. Чуть-чуть вот прям плечи. Вот. Голову чуть-чуть. Вот так. Это как Александр Непский перед своими витязями. Который говорит, а сейчас мы пойдем и побьем тевтонов. Просто побьем. Это уже свершилось. Да, дорогие друзья. Это, кстати, эти уроки хороши не только для тех, кто хочет петь. А и для тех, кто хочет быть оратором. Или оратором. Для того, чтобы нарабатывать и харизму, и голосовые данные. Чтобы была полетность голоса. Ма-а-а. Шикарно, браво. Ма-а-а. Ма-а-а. Усложним задачу. Ма-а-а. Ярослав, браво. Усложним задачу. Теперь главное это м. 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 Да. М. 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 Чтобы оно прям было как вот м. Такой бычок мощный. М. 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 Можно с подъездом. Смотри, ярослав. Можно с подъездом. М. М. Да, главное. М. Вот как в волне. Там есть вот эта точка, когда волна поднимается, потом она замирает. А потом она идет вниз. Мы не будем... Вот волна начинает подниматься. Мы не будем ее торопить, чтобы она быстрее шла вниз. Мы насладимся всей-всей-всей вот этой вот амплитудой волны, поднимемся на самый гребень, там немножко можно зависнуть. А потом мы идем вниз и используем вот этот импульс волны. То есть, когда я говорил про точку во времени, в которой мы входим в звук, но к этой точке можно тоже подойти. Это как мы можем сказать в русской народной, например, традиции, почему часто используются всякие... Это как замах, чтобы потом приложить. То есть, чтобы хорошо ударить, мы должны размахнуться. Тут то же самое. Вот для того, чтобы мощно сделать звук М, можем в точку. М. 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 А можно с подъездом. М. 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 Отлично. И также МА. 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 Прависсимо. Шикарно. Усложним задачу. Теперь не такие мощные звуки, но мы будем управлять нашей частотой звуковысотностью. То есть, у каждого звука есть своя частота. Вот ля первой октавы сейчас, на данный момент, это 438 Гц, а в оркестре это 440 Гц. Соответственно, любой человек может отличить высокие, высокие частоты, средние и низкие. Но наш голос, вот некоторые люди говорят, у меня проблемы, я в ноты не попадаю. Почему? Не потому, что человек не слышит, он слышит. У него просто может быть чуть-чуть не координирован голосовой аппарат. То есть, нейроны из мозга не доходят до мышцы вокальной, которая изменяет конфигурацию связок. Это легко тоже можно натренировать. Главное, идти от простого. То есть, сначала 100 на одной ноте, вот как мы делали. Еще разочек его повторим. Как трансформатор, без вибраций каких-либо, просто ровно. И можно вести рукой, допустим. Потому что руки нам все объясняют. Они все обоснуют, объясняют и создадут базу, на которую мы можем опереться на уровне наших эмоций, чувств, состояний, образов. Ярослав Петрович, а можно эксперименты в эфире? Конечно. Вот смотрите. Я в музыкальной семье вырос. У меня фортепиано, рояль стоят дома в один, в второй. И вот вдруг, и стану не всего, появилась реклама. Я не знаю, можно это, Ярослав Петрович, это вам больше. Можно я вот сейчас ролик пришлю? Ну, ролик, да, но просто нас это будет отвлекать сейчас от... Не будет. Ярослав Петрович, потому что это позитивная вещь абсолютно. Позитивная трансляция. Почему нет? Я не так уж стеснен во времени. Вот, я сейчас пришлю сейчас. Хорошо. И вы... Я сначала понял, чем вы говорите. Потом понял. Время мне только помогает. Так, Харстольд задает вопрос, извините, я от Викуси задает вопрос, сколько стоит жить в вашем офисе, если вдруг в Москву я рвану. Мы не предоставляем коммерческие услуги, дорогие друзья. Здесь живут соратники и ненамышленники, те, которые трудятся внутри проекта, на проект и являются ненамышленниками. Ярослав Петрович, чрезвычайно интересный человек, Ярослав Петрович, чрезвычайно. И вот я ему хотел бы задать вопрос. Что это такое? Что это такое? Я ролик же прислал уже вам. Не вижу. А, все, вижу. Сейчас, секундочку, покажу. Просьба дослужит до конца, потому что там раскрывается. Ой, а еще другое, журналисты пришел ролик. Вы то прислали, да? Это вы Хихуса прислали ролик? Странно. Ярослав Петрович, секундочку, может я ошибся. Сейчас, 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 я проверю. Антоха, МЦ, вот это написано? Вы об этом? Да, Ярослав Петрович, вот именно это поставьте. Ну, нельзя, нас могут забанить, если это чужая авторская музыка. Ну, понятно, ну, это нельзя, понятно. Я изучу обязательно и потом... Я сейчас выключу микрофон и не включу. Давайте так сделаем. Хотя бы пусть послуживает человек. Так, ну, смотрели, и что? До конца? Нет, конечно. А что, надо до конца смотреть? Да, до конца, там раскрывается человек. Он потом будет на трубе. А, раскрывается, раскрывается в конце, я вас понял. Более глупые вещи, Ярослав Петрович, я не слышал. Но когда я услышал конец, я в шоке был. И потом заинтересовался деятельностью этого парня. Оказался нетривиальный человек, абсолютно. Он музыкальной семье вырос. Обратите внимание, как он снимает клик. А в чем он раскрылся в конце сюжета? Я вам только не понял. Объясню. Ну, ярослав Петрович. Представляете, у человека, ну, я понимаю, как музыка мне образовалась. Сначала фортепиано, а потом труба. Потом он пытается высказать какие-то слова. А слов мало. И вот он говорит два слова всего. А, да, да, я. То есть на русском языке пытается в двух словах выразить мысли. Великолепно. Ну, я думаю, что каждому свое. И я рецензирую только оперных певцов. Поэтому я никаких своих суждений по этому поводу высказывать не буду. Вероятно, это какой-то эмбиент или что-то в этом роде. Хотелось бы вас... Я, честно говоря, удивлен, что такой глобальный человек появился в смысле звука здесь. Вы, на самом деле, впечатление произвели. Я благодарю вас от души. Но я пока еще никак себя проявить не смог, не успел. Но, надеюсь, в дальнейшем, что это будет на вырост. Вот этот человек миллионы просмотров имеет. Не потому, что он там тупой, а он гений. Ясно, великолепно. Миллионов-то нет, но у него 60 тысяч просмотров. Да нет. Самый просматриваемый на ютубе ролик – это «Гангам стайл». Ну, по крайней мере, до какого-то времени он был. А какой там «Гангам стайл»? Я говорю о русских песнях. Да-да-да, но это не потому, что там хорошая музыка, а потому, что это продвигается централизованно. И владельцы YouTube, владельцы Google продвигают. Вот такой из глубинки парень. Вообще никто, абсолютно. Великолепно, здорово. Ну, никто. Предлагаю послушать дальше Илью. Давайте еще попоем. Давайте. Давайте. Дорогие друзья, вы можете дома. Я показываю вам пример, как я преодолеваю свое внутреннее стеснение. Манула, есть телефон у вас? Нет? Позвоните ему. Почему он так поступил? Я не понимаю. Так, все, это другая тема. Давайте сейчас музыкой позанимаемся. Хорошо. Откатимся на одно упражнение назад. Простейший, ровный стон. Эмоция очень довольная, расслабленная. А можно чуть-чуть, скажем так... Ну, что такое стон, в общем? Стон бывает довольный и недовольный. Можно делать любой. Но главное, чтобы он был окрашен в чем-то. Ну, в общем-то, это как трансформатор жужжит на одной ноте. То есть, не просто... Вот так, а... Ведем. Расскажу вам, дорогие друзья. Приехал я вчера из Пензы и с поездом мчался домой, погулял с собакой, взял машину, поехал за Нимфой и с Нимфой поехал в баню. И там мы парились три с половиной часа. А потом у нас был обед, а потом проведение досуга. Поэтому вы можете представить эту картину. Баня, жаркая печь, веники. Ярослав Петрович, вы сразу скажите, чтобы не было там гомосексуализма вообще никакого. Потому что когда говорят о бане, уже столько говорят здесь. Я же вам сказал, это семейная баня, я был с барышней, а не с этим. Вы сразу скажите, что это не... Умоляю, пожалуйста, ну давайте, может вы будете вести тогда эфир, но... Потянем звук. Давайте его. Наша нота. Великолепно. Ярослав, нам надо убрать вибрации. Теперь немножко вы мне говорите. Так, тут я профессор, а ты зачет сдаешь, и я тебе сейчас его не поставлю. Вот таким голосом. Питерский профессор очень интеллигентный, но он говорит, кто я тут. Знай свое место. Хорошо. Наша нота. Она такая посередине, не очень низкая. Пусть, пусть, пусть. Нота не важна. Хорошо. Это была отличная нота. И отлично все так. Еще чуть-чуть ее провести, просто ровненько. Как на галончели играем. Гениально, браво. Значит, это было предыдущее упражнение. А теперь мы также скажем ма. Давай и проведем. Гениально. Значит, зачем надо следить? Чтобы звук появился сразу таким, каким мы его заказали. То есть он должен сразу появиться, скажем так, идеальным. Великолепным. Не подстраивать в процессе, не улучшать его, не подкручивать ручки. Знаете, как звукорежиссеры там крутят ручки. Нет, сразу. Вот мы его создали. Я знаю, что я могу в сто раз лучше, но я не буду делать лучше. Я ограничусь тем, что я имею на данный момент. То есть я не буду улучшать. Павел Петрович, а вы взяли такого гения? Поблагодарю, поблагодарю свой голос за то, что он сейчас такой. И просто постараюсь извлечь по максимуму наслаждения. То есть сразу памс, и он появился. То есть сначала создали, как художники. Откручиваем замок нижний. Да. Молобанка. И довольным или недовольным голосом. Знаете, холоден или горяч, но не теплым. Браво, Ярослав. Теперь я предлагаю взять воздуха в три раза меньше. Потому что это маленький отрезок, на котором мы звучим. Вот у итальянцев, у них есть такое понятие, как подвдох и генеральный вдох. Генеральное дыхание. Генеральное дыхание берется только перед генеральной фразой. Варий, допустим, это длиннющая фраза, в которой еще есть верхняя нота, которую надо долго держать на фермате. То есть остановка времени происходит. Ее надо держать, 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 держать. Под это дело берется генеральное дыхание. А во все остальные случаи используется мини-подвдох. Вот я сейчас изображу его. Все. Маленький, чуть-чуть, один раз. Посмотрите, один раз взяли, хочется еще. Мы привыкли. Ну, то есть наше подсознание нам говорит, чем больше вдохнем, тем лучше запоем. Но на самом деле лишний воздух нас обременяет. Это как бежать 100 метровку с гирями. Лучше бежать налегке. То же самое, мы можем вообще не вдыхать. Посмотрите, не вдыхаю. Было не так удобно, конечно, но я прозвучал все равно. То есть у нас всегда есть чем прозвучать. А если мы возьмем лишнее, то это уже сразу скажется на качестве звука. Поэтому чуть-чуть меньше. Давайте короткий вдох. Еще я попрошу, сделайте буквально кулак. Сделайте буквально. Смотрите, вот мой вдох. Вот он идет на уровень пояса. То есть как будто я хочу порвать пояс на себе. Даже тут не расширяю, тут не расширяю, плечи не поднимаю. Только тут. Чуть-чуть. Маленький, коротенький. Это наш подвдох. Миним такой. Вот. Просто чем больше вдохнем, тем с большим дыханием нам придется работать. И стараться это дыхание как бы вот освоить. Понимаете? Легче освоить маленький объем, чем большой объем. Пожалуйста. Теперь на малом дыхании. МАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА которые на расстоянии большой секунды. Это такой специфический термин. Или целый тон. Или как вот две белые клавиши соседние на пианино. Мы берем. Ма-ма-ма-ма. Попробуем. Что будет, то будет на самом деле. Как получится, никак себя не контролируем. Потому что тут контроль не нужен. Тут надо просто творить. Настроиться на творчество и быть в этом потоке. И все. Поделюсь с вами впечатлением, дорогие друзья. Любой новый тренинг, он выводит из состояния зоны комфорта. И психика человека отторгает это. Говорит, не, не, не. Я это никогда не пробовал. Мне неудобно. Я стесняюсь. Тем не менее, преодолевайте, дорогие друзья. Ну, нарабатывайте навык. Когда вы прошли один, два, три, там, сколько-то тренингов. Вы уже с удовольствием ловите вот это мгновение. Вы чувствуете, где у вас запрет. И наоборот, бросаетесь в это. Мелкий вдохновение. Повторяю, да. Великолепно. Ну, лучше рукой показать что-то типа восьмерки на боку, такой вот знак бесконечности, чем вырисовывать, что это вот ступеньки, допустим. То есть ступеньки, у них есть углы, это что-то такое угловатое. А нам нужна ткань музыкальная. И отпустите весь контроль. Не следите за нотами. Ноты нам не нужны сейчас. Нам нужно состояние поймать. Вот давайте еще раз. Что получится, то получится. Но просто вот на потоке, на спорте. Слав, это, например, тоже, как дирижеры выполняют. Палочкой поднем. Это, да, выше. Можно вот лошадь гладить, на самом деле, шикарно. Я представляю, шикарный такой скакун. Мама, мама. Хорошо. Еще. Мысль остановилась после первого звука. Мама, мама. А нам надо сделать, чтобы это было как в речи. Вот если я скажу там, а пошло оно все. Вот фраза, да, где кульминация. Пошло оно. Все уже могу не договаривать. А пошло оно. Вот то же самое. Мама, мама. Постанать. Лениво. И вот просто накатиком таким, как волна. Чтобы никаких углов и никаких остановок. Волна двигается все время. Ну, у нее есть остановка вверху. Одна. Но не должно быть больше. Хотя бы. Мама, мама. Уже лучше, уже лучше. И можно еще просто ленивее сказать. Мама, мама. Мама, мама. Да, хорошо. Перемещаемся чуть выше. Мама, мама. Мама, мама. Хорошо. Теперь чуть-чуть образ. Такой вот. Это профессор, который может и не поставить зачет сейчас. Он думает, поставить или не поставить. Такой вот так вот. И если он говорит, так, сейчас будешь, если меня выводить из себя, я тебе точно не поставлю. И потом и на пересдачу еще не поставлю. То есть немножко показать вот этот вот свой характер, который немножко, ну, такой вот и пафос, и лень, и надменность. И, ну, это я просто рисую образ, а образ может быть любой. Главное, чтобы он был, это не робот, это человек. И это человек, который к себе очень хорошо относится. Он себя любит. И он играет. Вот это его тоже элемент игры. Он принимает зачет и играет, как бы задает дополнительные вопросы. Смотрит, кого завалить. Кого не надо валить. Кто, в принципе, свой. Кому можно поставить. Вот. Гениально, браво. Все, больше ничего не надо. Еще лучше вот в одну сторону рукой вести. Допустим, рисовать круг. Или лошадь гладить, но очень медленно. Вот прямо от холки к кругу рука идет просто бесконечности. Ма-ма-ма. Хорошо. Ярослав, если удобно, быстрее. Можно быстрее. Ма-ма-ма. Пока нет, что удобно, потому что я это делаю впервые. Хорошо. Это как вот вывалить что-то такое. Вот типа вот оно. Браво. То есть мысль должна быть одна. Не три мысли, что ма-ма-ма. То есть или да, или нет, или вообще как-то еще по-другому, а в третьем. А тут вот именно так. Вот. Именно так. То есть одним накатом все сделать. Ма-ма-ма. Ма-ма-ма. Браво. Ма-ма-ма. 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 Хорошо. Еще разочек ее повторяем. Ма-ма-ма. Ярче. Это как шлепочек такой вот. Пач-пач. То есть ярче, я имею в виду, это не размазывать во времени первую вот это я. А где-то. Попробуйте вот по столу прямо. Я. Ма-ма-ма. Ма-ма-ма. Что во времени. Или можно пальцем щелкнуть. Можно просто вот рукой показать, как дирижерский жест. Что именно в этой точке начинается все. Ма-ма-ма. Прависимо. А дальше просто станите. Ма-ма-ма. Ма-ма-ма. Хорошо. Еще раз. Ма-ма-ма. Попробуйте ворота. Ма-ма-ма-ма. Пониже теперь. Ну, если тихо. Ма-ма-ма. 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 Хорошо. И фокусировка звука на самой-самой задней стенке гортани. Если еще дальше опереть, то будет расщепление джазовое. Да, лучше сзади делать, потому что если спереди звук, звук спереди, он неудобный, им тяжело управлять. А тот, который сзади, он легче идет. Хорошо. Да, и еще тише и ниже спустимся. Чуть-чуть тоньше сам звук, это как, скажем так, луч света. Он может быть широкий, а может быть очень узкий. Вот наша задача его сейчас заужать, потому что самым узким легче управлять и легче понимать, где он сейчас находится. Он трескучий, металлический, у него нет этого объема и бархата, и обаяния в нем нет. Но это нам сейчас и не нужно, потому что это потом мы оденем. Это как в мультике рисуют. Знаете, сначала вот палочки, которые потом будут руками. На них оденут мышцы, одежду, и они уже будут выглядеть, как должны. Но сначала это палочки. Поэтому у нас каркас такой, скелет этого звука. Просто на треске, скажем так, легонечко и негромко. Попробуем. Да, короткий и маленький вдох такой. Отлично. Мы настроимся и еще придем к этим нотам. Теперь предлагаю поделать, связать три ноты. Вот мы делали связку из двух нот. Первая, вторая и первая. А теперь будет первая, вторая, третья, вторая, первая. И так же ведем вот одну линию. Лениво и с наслаждением процессом. Сольфеджио называется или нет? Тут есть маленький элемент сольфеджио. То есть я рассказываю про ступени уже. Первая, вторая, третья, вторая, первая. То есть мы одновременно будем захватывать разные области. И сольфеджио – это элементарная теория музыки. Конечно. Давно хотел вопрос задать. Сиди, сиди, я подсяду сюда. Я когда-то 10 лет назад прочитал книжку. Называется она «Азбука владения голосом для болельщика». Автор ее Варгунов Владимир. Он для меня показалось, чем она мне интересна была. У меня нет ни голоса, ни шлуха. Но я ее чисто с технической точки зрения прочитал. Его основная база, которую он посылает, что все основные школы постановки голоса людям губят голоса, опираясь на диафрагму. Вы упомянули итальянскую школу. У меня жена закончила консерваторию. И тоже ее там с Альто на Сопрано или с Сопрано на Альто перетянули, погубили голос. Восстану в связке появились на… И сегодня она страдает потерей голоса. И вот в этот вопрос… И его главная теория о том, что гортань и глотка, вот это расстояние, он учит его школа, обучается, научаясь смыграть, как это, соединять эти две трубы. И это позволяет человеку пользоваться свой резонанс, свою клетку, позволяет поймать свой натуральный тембр голоса, низ, пион или высокий. Вы не знакомы, да, с этим автором? С этим произведением? Нет, с этим произведением я не знаком. Но я абсолютно согласен, конечно. Мы вообще поем не только, соединяя, конечно, гортань. То есть это называется надставная труба. То, что над связками, это надставная труба, а то, что под связками, это трассея. Конечно, надо сделать так, чтобы это естественно соединилось. Если мы в каком-то приподнятом состоянии будем издавать звуки, например, ну, вот как раньше тренировали оперных певцов и деканов церковных. Одного ставили на одну колокольню, а другого на другую. Между ними было два километра. И они разговаривали просто. «Эй, брат, слышишь меня?» «Эй, слышу тебя?» Потом, когда они уже легко на два километра могли говорить, переставляли на следующую колокольню. И между ними появлялось уже там расстояние 4 километра. Они также учились говорить. Также люди в горах. Один на одной горе, другой на другой. Он именно, для чего он начал работать с голосом? Он для болельщиков. Он именно обучал болельщиков. И для того, чтобы большое количество огусить, он придумал эту мелодику. Мне просто интересно было с профессионалом поговорить. И, возможно, в ваших... Я, может быть, вам эту книгу передам каким-то образом. Она у меня в электронном виде есть. Она есть из воды. Ее вот дометрино. Чтобы не искать, я ему ее передать, чтобы вы как эксперт посмотрели, и, возможно, используя для вашего где-то это интересное, ну и нам научить... Благодарю. Чтобы как вариант. У меня, в принципе, все. А, то есть вы хотите научиться громко кричать? Нет, я не хочу научиться. Нет, у него... Я сказал, что у меня нет ни голоса, ни слуха. Я вряд ли... Но вы же говорите. Ну да, конечно. Значит, голос есть уже. А насчет слуха я тоже уверен, что он есть. Да. Ну, тогда, значит, вопрос такой, да. Мне не нравится мой голос, в принципе. Да, вот я говорю, тот тембр, которым я говорю, и срывы, которые я допускаю, особенно когда нервничаю. Я бы хотел для своих, просто для разговорной практики применить это. Давайте применим. Иногда, когда я, ну, приходится многое долго говорить, вот у меня отец глуховат был, да, он у меня вот такой музыкант-самучка на трубе играл, но он потерял возможность слышать некоторые тембры. Я это понял уже в конце его жизни, как бы, да, потому что сестра спокойно с ним говорила, а я нет. В разных тембрах мы говорили, он меня не слышал, а я с ним говорю, у меня диафрагма болит, да. А сестра с ним нормально выговаривала. Вот поэтому я, Чиря Ярослава, вам передам эту книгу, чтобы вы посмотрели. Благодарю от души. Ну, или просто название я прочитаю. Нет, ну, название я вам уже, в принципе, вот я сейчас, вот ее название. Угу. Вот. Вот. Адбук овладения голосом для болельщиков. Угу. Багрунов. О, я знаю Багрунова. Ну. Это тот, который, да, 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 он говорил, что звук не от связок идет, а от России. Я знаю его в себе этот метод. На самом деле он очень хороший, великолепный сам по себе человек, гениальный даже. Но некоторые вещи, скажем так, я могу сказать так, ну, у меня есть просто свое видение этого вопроса, что звук рождается и не в Гордане, и не в России. В России, ну, это, скажем так, это, скажем так, очень экзотический подход. Я считаю, что звук рождается в нашем сознании, прежде всего. И это даже не в мозге. Это еще есть, скажем так, тонкая субстанция, которая пока не изучена наукой. Ну, я прямо понимаю. Но она, скорее всего, материальная. Она материальная, я думаю, просто эта материя пока ни... чем не регистрируется никакими нашими приборами. Ярослав, это как раз прошку Тинкова. А Багрунова, конечно же, я знаю прекрасно. Просто у меня вот главное, я вот хотел от вас что услышать, вы одобряете эту теорию или нет, о том, что опора на диафрагму пении вредна? Дело в том, что у нас есть три диафрагмы. У нас есть тазовая диафрагма, это корневой замок. Есть грудобрюшная преграда, это вот основная диафрагма, которую мы все знаем как диафрагму. Это центральный замок или сердечный. И есть также ключичная диафрагма. Диафрагма – это спайка мышц. В пении работают все три. Но это не самоцель использовать их и опираться только на одну, допустим, диафрагму. То есть я считаю, что если мы правильно выстроим все в своем сознании, то наше тело автоматически будет работать так, как нужно. Конечно, есть подводящие упражнения, чтобы заставить активнее двигаться определенные наши отделы мышечные в нашем теле. Но поет-то не тело, все-таки поет наш дух, наше сознание. Если мы готовы к этому процессу, то этот процесс легко получить. То же самое и голос болельщика, и любые крики. Я занимаюсь рокерами, с некоторыми, которые хотят делать на расщеплении, страшные критики, кричать. Это все легко делается. А вот тогда, позвольте, я вот про супругу спрошу. Вот у нее проблема, вот в свое время ей вызывались узлы. И вот у нее голос то есть, то нет. Вот у нее, ну, он хороший, в общем, да, но в основном иногда пропадает. И она даже в экзерках ходила петь. И особенно когда понервничает, или долго говорит, он пропадает. Это все-таки медицинский показатель, или это что-то у нее... Узлы, конечно, это уже, это некоторая приобретенная патология, но ее можно излечить при правильной работе с аппаратом и делать различные практики, техники, использовать. Вы можете иметь мощь? Я буду рад поделиться своими наработками. Сказать точно про вот этот конкретный случай я не могу, так как мне надо... Ну, просто можете с ней послушать ее, можете, да? Да, мне надо пообщаться с человеком. И все от нашего сознания. В принципе, я считаю, что дух первичен, материя вторичен. Если пригласят, то, конечно, будет. Ну, я не думаю, что кто-то посмеет вас не пригласить, потому что, как бы, у нас, вот, это и ваши варианты, ну, ваши практики очень интересные. Благодарю, отборщик. Да, да. Мне тоже было очень приятно пообщаться и познакомиться с прекрасными людьми. Ярослав, сориентируй, пожалуйста, сколько у нас времени и к какому ключе, так сказать, мы можем еще тренироваться или мне пора отчизнать? Не-не-не, много. Хорошо, у нас есть время, да? Да, и время есть. И со зрителем можно сможет общаться. А силы есть еще? Будем изыскивать, конечно. Хорошо, можно тогда сразу, вот, мой поток сознания, я его буду озвучивать. Дело в том, что у нас есть привычки, от которых вокалисту лучше постараться избавиться. Например, чистить связки при помощи интеллигентного, такого покашливания на шепоте. Понимаете? Нет. Это делать нельзя, ни в коем случае. А надо громко? Это можете представить себе, что, ну вот, я сейчас очень буду образно говорить, может быть, у кого-то это вызовет отторжение, но это все в переносном смысле. У нас Бог есть внутри нас, в самом, наше высшее Я. Когда мы вот так кашляем, то мы богохульствуем. А поет именно. То есть не мы, а там, понимаете, сознание, как луковица из разных-разных-разных вот этих вот наслоений, пластов и уровней сознания. И есть где-то наше эго, есть ложное эго, есть высшее Я. И вот, чтобы все это выстроить, нам нельзя покашливать. Нам лучше чистить связки при помощи, допустим, ну, во-первых, вот у меня, я 20 лет назад постоянно так вот покашливал. Когда мой педагог мне об этом рассказал, и я смог от этого, от этой привычки отойти, у меня больше нет позывов таких. Но если все-таки позыв есть почистить связки от, там, выделений каких-то, то лучше сделать, допустим, как вот имитация мотоцикла, двигателя мотоцикла. Да, ну, просто нам промычать так вот. Это не так культурно, не так интеллигентно, немножко разрушает наш социальный образ. Но вокалисту можно этим пожертвовать. Потому что я сейчас расскажу, что происходит, когда мы на шепоте чистим наши связки. Мы их бьем вот так вот друг об друга, и они встают вот так. То есть они не синхронизированы, не смотрят друг на друга, а они одна выше, другая ниже. И когда мы их начинаем смыкать, мы терзаем мышцы, в которых эти связки вмонтированы. Понимаете, связки – это как сухожилия. И когда они друг на друга выходят, то им ничто не угрожает, они очень прочные. Они не могут друг друга травмировать. Но как только они встали одна выше, другая ниже, они раз синхронизировались, и, да, лучше, да, можно со звуком. Если с голосом вот, прочищаем звук с голосом, это не опасно. Шепот – это самый травмоопасный режим для нашего голосового аппарата. Поэтому если предстоит выступать или петь, то перед этим лучше целый день шепотом не разговаривать. Потому что даже тихая речь, она сажает наш голос. То есть эластичность связок теряется, координация связок и… Как поправить, если мы чувствуем, что-то вот у нас связки там друг на друга не выходят, что мы можем поделать? Вот такое смыкание. Да, как бы, как вот… Или потрещать можно, да. А, это я… Да, у Кастанеды это называлось треск, это треск зов бабочек, а не так союзник. А, это уже горловое пение фактически. Шикарное, обертонное горловое пение. Мы можем… Это прекрасное упражнение, вот так вот тоже можно распеваться, потом подниматься выше и использовать еще разные обертоны. То есть у нас есть звук, который издается нашими связками, и есть призвуки, которые мы получаем благодаря резонансу звука в полостях гортани и рта. Давайте рассмотрим обертон, как мы его можем получить и как мы им можем управлять. Если мы сделаем У, а потом перейдем на такое, как W, как В, звук В. Посмотрите, я делаю У, потом делаю В, а потом чуть-чуть меняю полость щеками или языком, двигая, смотрите, что произойдет. Сейчас только три получилось у бертона показать, на самом деле их можно сделать намного больше, если разогреть аппарат еще чуть получше. Бывает, что люди говорят, я бы хотел петь, но мне говорят, что у меня некрасивый тембр. Некрасивый тембр – это значит призвуки. Бывают негармонические призвуки и гармонические, как раз вот эти вот обертоны. То есть обертоны делают голос красивым. Мы можем отдельно нарабатывать обертоны благодаря вот этим вот, ну, можно сказать, тувинское пение народное. Там еще с расщеплением это все подключается иногда. Ну вот. Можем попробовать. То есть это У сначала, потом губы чуть-чуть на W. На любой ноте абсолютно, где вам удобно подтянуть просто ровненько. И еще В. Да, отлично. А попробуем чуть-чуть выше подняться, чтобы можно было, скажем так, верхние обертоны еще туда запустить. вот нотка такая. Смелее. Главное, первое зажигание, оно идет через такой подхлестик некоторый. то есть О. 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 Да. Да, хорошо. И удерживаем, удерживаем звуковысокность, чтобы она не скатилась вниз. И тянем. Обертон шикарный. Прекрасно. Прекрасно. Потом можно будет пробовать на более высоких нотах это все делать. Можно также ставить язык на небо. Прижимая. Как английское. Вот мы говорим. Это в йоге, опять же, мудрый язык называется позиция. С ним будет еще более характерный обертон с таким языком. Например. А когда мы ставим язык туда. И не важно, где нота, главное ее начать достаточно яростно. Вот не получается. Повыше попробуй. Чуть повыше. О. Да. О. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Ну, тогда можем какую-нибудь народную песню спеть. Ну, которую мы знаем. Знаем какую-нибудь там «Ой, то не вечер, то не вечер». Что мы в бане поем вообще? В бане я вообще не разговариваю. В релушке. «Ой, то не вечер», потом какие «Мороз, мороз». Знаем «Мороз, мороз». Ну, нет, вообще не первым. Ладно. Самое главное тут это есть у нас на уровне генетической памяти. Все эти народные песни, они как бы на подсознании есть, поэтому попробуем «Мороз». «Эх, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня». Начинается. Допустим, тональный. «Эх, мороз, морозь, не морозь меня». Хотя бы до этого места. Начинаем. Я просто стягусь на самом деле, хулиганю и стягусь. Пожалуйста. «Та-да-да», наша настройка. И с первой. «Эх, эх». А потом полезем. «Эх, морозь». Тут руки помогут. Прям показать. Куда мы скачем, где тефтоны и как мы их побьем. «Эх, морозь». Да, морозь туда. Можно чуть-чуть поднимать щеки и нос. На самом деле, как только вы устанете, вы мне скажите, на сегодня достаточно. Я могу заниматься бесконечно. Честно вам, признаюсь. Продолжаем. «Эх». «Эх, морозь, морозь». Хорошо. «Эх, морозь меня». Так, сейчас нарисую структуру. У нас есть три главные ноты. Тут. Первая, третья, пятая. И мы вот в этой структуре находимся. Это как система координат. Первая нота. Представим, что это Солнце. Остальные ступени – это планеты, которые вращаются вокруг Солнца на определенном расстоянии по своим орбитам. У нас будет первое Солнце, потом, ну, Меркурий убираем, Венера, допустим, вторая, а Земля третья. Значит, третья у нас планета – это будет Земля. Солнце, Земля и Юпитер. «Эх, морозь!» Расстояние между Солнцем и Юпитером большое достаточно, да? Вот попробуем это представить и перелетаем на волшебной нашей летающей тарелочке. Солнце на Землю и на Юпитер. Вместе. «Эх, морозь!» Ярослав, все великолепно. Во-первых, не надо себя никак оценивать. Я могу сказать, что для первого занятия все шикарно и даже более чем, так сказать, нормативы выполнены и перевыполнены уже. Значит, ты попадаешь в верхнюю ноту правильно совершенно, но потом ты ее уводишь вниз. То есть, «Эх, морозь!» Нормально. Так поются русские народные песни. Это хорошо. Наша задача сейчас не уводить «Эх, морозь!» и оставить ее там и там «Ать!» и снять. Все на уровне... Это как в танце. То есть, вот танцевать, плясать, да? Это состояние. И там есть определенные импульсы и определенные движения, в которых просто в самих движениях уже есть наслаждение. Тут то же самое. Не надо себя от ума как бы стараться вот эти ноты выпивать. Это все ерунда. Ноты выучим, это я обещаю. Главное поймать импульс, за счет которого мы вот на эту верхнюю ноту взлетаем. Так, да, эх, туда ее. Ребята, главное понять, что вот вы всю, вообще, вы гениальный человек, правда, очень... Откуда же? Благодарю. Очень сообразительный, но вы поймите простую вещь, что Ярослав Старухин, у него громадный опыт, просто громадный. Да, согласен. Он видел много. А я вас вижу как гениального механика, но вы это не хотите признать. Признаю, с удовольствием признаю. И даже более, более, чем... То есть про Ярослава я могу сказать, что это очень одаренный во всех, скажем так, человек, просто дух, ну, естественно, артистизмом и харизмой обладающий. Поэтому, конечно же, Ярославу петь очень хорошо. Вас как зовут? Еще раз скажу. Илья. Илья. Илья, моего сына так зовут. Ильюшенька, вот размести во внутреннем чате твой скайп. И... Мой скайп сказать? Да, да, да. Вот так. Во внутреннем не надо, во внешнем нам... Ну, если хочешь, во внешнем размести. Ладно. Хорошо. Скайп очень простой. Меня зовут Илья, а на английском Элайджа. Элайджа. Точка С. Все, это мой скайп. Я не умею, так, Ильюш. Хорошо. Я напишу обязательно. Сейчас мы вот... Господи, у меня такой же, как ты, такой же умница, такой же он, понимаешь? Вот. Но вы не можете довести, почему? Потому что вы не знаете механики, вот никто из вас. Ладно, хорошо. Мы узнаем обязательно. нужно... Нужно. Вот вы уникальная теоретика, вообще громадный. На самом деле, если бы вашу теорию подкрепить научные мысли, то... Ну, раз... Ну, штук пять Нобелевские премии подряд. Хорошо. Но Нобелевские премии выдают, скажем так, очень заинтересованные в определенных только тенденциях персонажи. мне с ними не попусти. Я знаю, что это все там купленное, проданное говно. Я даже с ними общаться не буду. Я говорю, позначиваюсь. А, ну, хорошо. Не, и на самом деле моего тут ничего нет. Все, что я рассказываю, это скомпилированное из предыдущих поколений, скажем так. Просто я рассказываю так, как это сработало в моем случае. И даю еще десяток других вариантов. То есть человек... Я шокирован, то, что вы делаете. Я шокирован, правда. Я музыкальным искусством занимаюсь давно. Обратите внимание, что я вам послал. Будет тупая вещь, да? Ярослав даже не дослушал до конца. Не, ну, почему? У всех людей разные эстетические предпочтения. Кто-то любит хип-хоп, кто-то регги, кто-то любит тяжелый трэш-метал, понимаете? И говорить, кто из них прав, я не буду. Все правы. Дело не в том, что регги или метал. Дело в том, что парень из деревни, из деревни. Ну, сейчас информация доступна, если есть, скажем так, да нет, прекрасный музыкант, великолепный. И текст хороший, все прекрасно. Например, Илюшка, говори, у него есть песня «Постой не уходи». Я знаком с семьей Цоя близко, с ее братом знаком, с родителями. И когда я услышал, что он сделал с ней, то есть он не смог даже допеть ее, то есть когда он должен был говорить очередные слова, он не смог их сказать. Посмотри внимательно на клип его. Вот. То есть такой парень очень даже нефигантный. Очень. Вот. И тебе только пять плюсов, Илюш. Благодарю от души. Вот. Хорошо. Сальфеджио мы тоже затронем. Вот. ступени. У нас есть. Нет, уже закончили. У нас есть ступени, семь ступеней. По-русски это называется лад. И в такой структуре существует любая песня. Если это только не шниткис-губайдульный современный атональная музыка, где нет никаких координат. Шумовая, скажем так. А в такой музыке, которая для нас общепринято, музыка как структура упорядоченная. Там есть всегда семь ступеней. И это очень просто. То есть это не триста миллионов, которые сложно было бы выучить, а всего семь. И вот есть две, у нас два вида лада, мажор и минор. Вот эта песня «Ой, мороз, мороз» она поется в миноре. Минор можно рассмотреть по вот такому наглядному пособию, где у нас будет первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, пока до пятой ступени. «Эх, мороз, мороз, не морозь меня!» Первая, третья, пятая. А мажор? Сейчас расскажу сразу про мажор. Мажор выглядит вот так вот. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть третья ступень высокая. Мажор это значит большой, по латыни а минор малый. То есть расстояние между первой и третьей. Здесь маленькая значит это минор. А здесь большое значит это мажор. Вот в мажоре поется какая песня? Ну какая-нибудь «Ваку, ваку, кузница, ваку, ваку, кузница». Это мажор. Больше других вариантов у нас не встретится. Либо мажор, либо минор. И нам надо понимать вот эти ступени. Если мы ступени понимаем, то петь очень легко и можно еще и импровизировать. Можно создавать свои песни, писать самому. Просто понимая вот эту структуру. Еще на каждой ступени можно организовать свою гармонию, то есть свой аккорд построить. Где будет на этой ступени басовая басовая басовый тон аккорда и на дне еще много голосов как в хоре многоголосном. Можно петь одним голосом, то есть мыслить одним голосом мелодическим только. И опять же этими ступенями. В общем, система очень простая. Ну что, споем мороз-мороз, если силы есть, или можем на следующий раз, так сказать. Нет, давай попробуем. Попробуем. Давай. Тогда все равно надо попробовать. Да, 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 да. Ну, еще наши занятия, они сродни спортивным, поэтому тут хорошо отдавать себе отчет, что вот сейчас я тренируюсь в удовольствие, здесь уже маленькое преодоление пошло, а здесь уже можно отдыхать. Вот, потому что если будем слишком много тренироваться, то я так начинал, я занимался один раз в месяц, но часов по девять, потом срывал голос, и месяц у меня не было голоса, но потом опять лихорадка, зуд, занятий меня накрывало через месяц, я опять занимался часов десять, срывал голос, и это был цикл такой, занятия раз в месяц, потом я понял, что классно заниматься десять минут в день, точно ничего не сорвешь, главное все время помнить, я певец, божьей милости, я певец, я умею, я знаю, и я могу поделиться, и тогда даже если, вот когда я начал пересказ всего скомпилированного материала, который, я петь не умел совсем, да я и могу сказать, что вообще пение, это такой высокий процесс, возвышенный очень, я знаю, какую звуки издавать, я знаю, что я иногда вхожу в такое состояние, когда у меня получается творить, но прям сказать, что я там все прямо умею, уже дошел до последней стадии, не могу. который в музыкальном образовании пьет определенную весомость, у меня и в олимпиаде захотелось у папы и сын, это гений просто, это гений. Благодарю от души. Так вот, наша песня от «Ой, мороз», наша тональность будет, то есть я вот задаю систему координат. «Ой, мороз, мороз», еще подняться туда же, вот у нас «Первая, третья, пятая, четвертая, третья, пятая, опять». То есть можно, некоторые так не поют, некоторые поют «Ой, мороз, мороз», и все. А я предлагаю «Ой, мороз, мороз», подняться на пятую, немного усложнили ситуацию. «Ой, мороз, 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 мор Такого гения откопали. Вселенная, вселенная благоволит. Первая нота. Споем. Теперь первая и третья. И остановимся. Теперь первая, третья и пятая. То есть ма. Ой, мороз. И останавливаемся. Ой, мороз. Ро. Туда ее. Она остренькая должна быть. Пятая ступень в миноре, она завышается немножко. То есть с тенденцией к повышению делается. Поэтому ее прям берем и поднимаем силой мысли. Пробуем еще раз вместе. На верхней ноте мощно, пожалуйста. Это такой вот, как цигун энергии. Они вихрь такой создают. И на верхней ноте это мощнейший столб, который зажигает просто все. Пожалуйста. Ой, мороз. Можно ее повибрировать. Если надо повибрировать, повибрируем. Но уводить нельзя. Лучше пока что даже ровно держать. Но это сложнее, конечно. Попробуем. Попробуем. Ой, мороз. Да, да, да. И снять перед тем, как она начнет опускаться. Ро. Давай поймать. Сейчас хором запоем. Попробуем? Да. Ой, мороз. Хорошо. Ма. Это четвертая ступень. Она прям под пятой. Вот пятая, четвертая. Рос, мороз. Споем прямо с пятой. Это будет роз. Рос, мороз. Ярче. Самое главное сказать, когда я говорю. Вы мне говорите. Давай расскажи, как там бороздят просторы большого театра. А когда вы поете, вы говорите. А теперь слушай, как надо. А теперь слушай, как мастер. И состояние вот это. То есть нельзя себе говорить, что я учусь. Я ученик. Это сразу слабая позиция. Я мастер. Божьей милостью я мастер. Я сейчас покажу, как надо. И только от этого состояния делать. И еще лучше говорить себе. А вот теперь послушай, молодой человек. Как мастер делает. И сразу показывает. При этом это игра. То есть тут нельзя быть серьезным. И нельзя себе какое-то там вот что-то выстраивать от ума. Все, что от ума, это все разбалится. А то, что от состояния, вот от этой харизмы. Потому что это дает удовольствие. У нас хорошо запечатлевается в нашем сознании только то, что приятно. Что нам приносит удовольствие. Какие-то открытия, находки. Вот это состояние творчества. Состояние потока. Поэтому в это просто надо поиграть. Надо сказать. Я разрешаю себе войти в это состояние. И из этого состояния творить. Вот. Пробовать. У нас тут не бывает ошибок. Ошибка только может быть одна. Если нам скучно. Если нам хочется сейчас отстреляться воострей. Или если мы себе говорим. Да я кремень. Да я буду себя заставлять. Да я буду работать. Да я себя сейчас в бараний рог скручу. И как сделаю. Тоже не пойдет. Из-под палки не бывает творчества. Творчество это состояние души. Это когда сердце поет. Поэтому лучше поиграть. Призвать высшие силы в помощь. Сказать, что я готов. Я готов быть проводником. Я готов быть этой трубой, через которую творчество хлынет просто на землю. Вот. И конечно же все несерьезно. От пятой ступени. Роз мороз. С рукой можно показывать либо пальчиком, либо вот так вот. Сначала пойдем. Хорошо. Но сначала мы по-любому сделаем. Эх. Эх. Поехали. Эх. Эх. Мороз. Мороз. Не морозь меня. А теперь очень мощная верхняя нота. Ах, не морозь меня. Ах, не. Вот она так. Сейчас скажу, что это за ступень. Это седьмая. Первая та-та-та-та. Седьмая ступень. У нас есть первая наверху, и от нее вниз одна. Эх, не морозь меня. Моего коня. Да, да. Я эту песню не пел никогда, если честно. Тут что-то раз мороз какой-то пошел. Вот. И я решил ее предложить. Вот. Значит. Не морозь. Попробуем. Вот я ставлю руку. Так. По руке мне пробить, типа пощечины. Или так. Подобнее. Наверное так, или так. Так. Право, да? По правой. Нет. Нет. Нет, прямо не морозь. Не морозь. Не морозь меня. Не морозь меня. Да, а тут спуститься. Сейчас шикарно седьмая ступень прозвучала там, где надо. Великолепно. Не морозь меня. Ушли вниз. Та-та-та-ра-та-та. Нырнули. Не морозь. С верхней, с верхней. Нормально, нормально. На самом деле. Хорошо. Тут просто абстрагироваться, и нас тянет прошлый опыт. У нас есть определенные какие-то установки. У нас есть память того, как было. Мы можем сделать все по-новому. Наше сознание – это как феникс. Оно возрождается. Вот каждую долю секунды мы новые. Мы родились прямо вот в этот момент, и все прошлое, его нет. Есть только этот момент. И есть будущее, которое мы творим. Ну вот. Соответственно, то, что мы себе позволим, то мы получим. Безусловно, мы не будем торопиться, не будем забегать вперед. То, что вот сейчас показал Ярослав, это на самом деле уже большой прорыв. Потому что вначале мы просто в отдельные ноты не могли подстроиться. Сейчас мы спели песню в конце. И спели очень неплохо. По уровню голоса, по уровню вокальной подготовки я могу сказать, что уровень очень высокий. То есть Ярослав может делать свободные, открытые, чистые и громкие звуки. Это очень большое достижение сейчас. Потому что я обычно тренируюсь с теми людьми, от которых отказались все педагоги. Которым сказали, что им наступил не медведь, а стадо слонов на ухо. И у них нет никакого голоса. А еще и бывают приобретенные патологии. Такие как дисфункция голосового аппарата, когда человек... А так вот, все, просто шипит. И все равно мы нарабатываем... Вылечиваем аппарат, потом нарабатываем навыки. А тут вот у Ярослава уже все в порядке. То есть маленький тумблер в сознании, перещелкнуть и все. И делать уже как мастер. Можно я прочитаю стихотворение? Ильюх, перед тем, как ты прочитаешь стихотворение, я тебя просто рекомендую. Поведи гений хотя бы одного. Талантливого парня. Хорошо. Я не могу влезть к другому человеку в голову и за него что-то решать. Я даю только то, чем обладаю сам. Вот так вот принес к корзинке. Вот, друзья, у меня есть вот это и вот это. Вы можете это брать смело и пользоваться. Но я никого никуда не веду. У тебя есть таланты, ребята, напрямите? Чем больше талант, тем больше таракана, я заметил. И бывает, конечно, что иногда происходит чудо, и человек уже сам разобрался с этими тараканами своими внутренними. Ты что, подавать свой талант, ты имеешь в виду? Не, ну просто у кого-то есть... У кого-то есть свои воззрения, как оно должно быть. И это прекрасно. Я же не претендую на мысленного полицая или там... Послушай, Илюш, вот есть среди интернета два или три человека, которые появились. Я тебе одного показал. Он похож на инвалида. Но нормальный парень. Не помню, из Тамбова или откуда-то там оттуда. Вот. Есть еще один человек. Я думаю, что если ты скопируешься с талантом, талантом на самом деле, Ярослав Петрович, он общественный деятель, он умница вообще, даже вопросов нет. Но он немножко другой категории. Нужен талант, понимаешь? Ничего страшного. Я готов тренировать стих. Готов тренировать стих. Ты делаешь стих. Сейчас попробую. Давай стихотворение послушаем, дорогие друзья. Сейчас. Надо готово нажать. О. В полях звенит прохлада, Деривны в купола. Мне большего не надо, Земля бы лишь цвела. Роса сверкала ярко, На листьях и цветах. А девушка босая Несла снопы в руках, Чтоб дети пели песни, Играли у ручья. А кони по полесью Несли среди жневья. А в небе ярко-синем Лишь крики журавлей. И не было помине военных кораблей. Чтоб сгинули конфликты, И те, кто сеет их, Исчезли паразиты. И даже весть о них. Да, в прошлом летом. В прошлом летом. Ты многое спишешь? Ура! Ура! Илюша, ура тебе! Я благодарю вас. На самом деле, все, что я пишу, Мне, естественно, не нравится. И это все, Как пишется, так и стирается. Прямо сразу. Но это стихотворение, Я его забыл стереть. Поэтому... Покажите, откуда он взялся? Ярослав Петрович, Откуда вы взяли этого человека? Я же объяснял, Килипийской сегодня В интернете. Он гений, Ярослав Петрович. Благодарю от души. Меня вообще нет, Если честно. Есть мы. А меня нет. Я благодарю. Ну, наверное, Наше занятие плавно завершилось. Так, что? Мы хор будем создавать? Я готов. Да, а есть желающие? Я бы хотел хор-йогов сделать. Хор-йогов? Да, с русским народным репертуаром. Например, у меня подход такой. Вот русские народные песни, Их в свое время, Еще до революции, Очень сильно переделали. А после революции, Там вообще такие личности Начали заниматься культурой, Которые очень не любили. Во-первых... Сколько человек? Ну, а сколько... У тебя сейчас есть. Это сложно сказать. Они уже есть? Или ты хочешь только набрать? Нет. Нет, у меня нет своего коллектива сейчас. У меня есть друзья, Которые то могут, то не могут, То хотят, то не хотят. Поэтому вот сколько есть сейчас На данный момент, Я не могу сказать. Но я думаю, Что около 10 человек мы наберем. Потом у меня есть опыт Хармейстерской работы. Я вел также оперную студию В институте культуры. И для меня Совершенно тут все Просто и понятно, Как делать хор, Как его настраивать, И даже как его продвигать В дальнейшем. Вот. Также есть Своя... Некоторый свой материал. Дело в том, Что супруга пишет Профессионально Тексты? Тексты и музыку. У нее это рождается сразу. Все вместе. Отлично. Вот. С нашей стороны мы можем Как-то помещение полезно. Здорово. Ну и кадрами, я думаю, Тоже кто-то может быть... Кадрами возможно, конечно. Тяжело всех завязывать В одно время. Сложно. Хорошо, мы можем делать Тренировки по скайпу. На самом деле Это все очень эффективно. Если человек сам хочет, То занятие по скайпу Для него так же эффективно, Как приличная встреча. А если человеку нужен педагог И плюс еще стимул, Который бы его подгонял Тренироваться. Ну, заставлял, Там давил авторитетом. Вот тут, конечно, Скайп не очень подходит. Потому что по скайпу Человек не боится. Он, ну что его там Подойдут, там приложат Под затыльником Каким-нибудь, вот. Но это чисто Детская болезнь, Когда есть такие люди, Которые думают, Что педагог Он еще и должен заставить. Вот. Поэтому я себя Позиционирую Не как педагога, А как тренера. Я могу создать Для человека Индивидуальную систему Его тренировок, Его упражнений. Подсказать ему. Но для каждого из нас Педагог Это прежде всего Я сам. Для себя. Какое домашнее задание? Домашнее задание Поделаем дыхание Выдохи Со звуком Ч и С Изображим При этом я делаю Корневой замок Все время И потихоньку Дополняю его Центральным Которое называется Сердечным Так вот Попрошу кулак кулак вот солнечное сплетение я мышцами чуть-чуть вперед и как перекатик такой и также до всех трех всех трех головой тоже периодически значит по артикуляции звуков поговорим во первых помочь им на одной нотке и с волной можно чтобы мы отдавали себе отчет когда у нас но то стоит на одном месте и когда она двигается куда либо выше или ниже изменяется то есть нам надо это четко определить но то стоит на месте никуда не изменяется это в терминологии специальной терминологии музыкантов называется прима то есть мы умеем делать вот эту приму и никуда с ней не сходить вот потом для координации нашего нашей гортани корни языка поговорим я-я-я на одной ноте при этом гортань двигается мы говорим не челюстью не губами а только вот я а я а я а я я я я я да 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 вот так и пробуем с улыбкой поднимать чуть-чуть щечки вот улыбкой она не к ушам идет от глазам прямо как бы представляешь она такая хорошо и пробуем морщить переносицу чуть-чуть это для верхних нот особенно только не вот эта хмурка не И так? А вот, просто переносится. Да, вот, вот, вот так. Вот так это консерватория, некоторые педагоги называют такое лицо волчонок. Вот так, волчонок, да, волчонок. Вот, это на верхних нотах нам нужно, чтобы на них легко подняться. Вот, также просто берем какую-нибудь одну песню. Это будет, наверное, луч солнца золотого. Только не в тональности Муслима Магомаева.